Как же мне нравятся мои дорожки! Мне кажется, это лучшие дорожки, которые могут быть в деревенском саду. Меня зовут Юлия, и сегодня я приглашаю вас прогуляться по моим дорожкам. Да, их как бы и нету. Хотя, сразу изначально, когда я планировала свой сад, первое, что я сделала, это я наметила, где будут проходить мои дорожки. Но те, кто смотрит мои видео, знают, что сад у меня сложный. Сложный не только потому, что он был в очень запущенном состоянии, но еще потому, что у нас нет большого количества свободных денег, чтобы сразу построить, сделать все, что хотелось бы сделать в саду. Поэтому, как говорится, исхитряемся как можем. И два года я промучилась вообще без дорожек. Ну, вернее, я пробовала и линолеум стелить. Даже кое-где у меня сейчас частично он тоже лежит. И доски у нас лежали. Ну, в общем, много вариантов мы испробовали. Но стационарные такие хорошие дорожки пока нет у нас такой возможности сделать. И в этом году я все-таки реализовала свою мечту. Сделала вот такие соломенные дорожки. Проложены они у меня довольно на протяженном расстоянии. Эти дорожки я использую уже в течение двух месяцев. И поэтому уже могу сказать о своих впечатлениях. Это здорово. Это очень-очень удобно. Но повторюсь, что у меня уже было видео, когда я делала такие дорожки рядом с входной зоной. И тогда я убрала их оттуда. Побоялась, что с улицы за забором может прилететь окурок. И это все дело может вспыхнуть. Но те дорожки, которые вы видите сейчас, это дорожки во внутреннем дворе. Сюда посторонние забросить ничего не могут. А в нашей семье нет курящих. Поэтому я рискнула и постелила вот такие дорожки. Использовать их очень удобно. И как мне кажется, и смотрится это замечательно. Очень как-то так по-деревенски. Но у меня сад и формируется в таком деревенском стиле. Поэтому, как я считаю, мне очень подходит. Конечно, это как временный вариант. Под этим, под соломой у меня постелен черный материал. Сейчас мы пройдемся. И я покажу вам частично, где еще черный материал не застелен соломой. Как это выглядит, как я это делала. Ну, а сверху я насыпала небольшим слоем солому. Пойдемте прогуляемся, посмотрим. Вот так выглядят мои дорожки без соломы. Тоже очень удобно, очень удобно использовать такие дорожки. Потому что, ну, естественно, здесь какой-то возникает ссор, мусор, глина, песок. И с таких дорожек, вот застеленных черным материалом, очень просто это все вот так веничком смести. И получается все чистенько, аккуратненько, но не очень симпатично. А если мы поверх этого материала постелим солому, то все изменяется до неузнаваемости. Классно, правда? Мне очень нравится. Вот так это выглядит. Эта дорожка ведет нас качелем. А по этой дорожке мы можем прогуляться вокруг дома. Если повернуть налево, то мы попадем в зону маленького огородика, к дровняку. И за дровняком очень скоро будет сарай. Вот дальше проложены именно дорожки из линолеума. Но это, конечно, очень жутко неудобно. Очень скользкие они после дождя или после полива. В общем, если попадает вода, они становятся просто опасными. Ну и давайте пойдем посмотрим дальше. Дальше. Ой, светит солнышко. Сейчас я пойду с другой стороны, чтобы вам показать. А как вам такая дорожка? Очень удобно. Из обычных обрезков старых досок муж мне сделал вот такую дорожку. Использую я ее уже два года. И мне очень-очень нравится. У меня даже есть целый настил из таких досок. Помните, как в Любовь и Голуби они танцевали на таком сколоченном из досок подиуме. Вот-вот, примерно такой же есть и в моем саду. Сейчас он, к сожалению, заставлен стройматериалами. И я вам показать его не могу. Так что выбирайте, кому что нравится. Можно сделать... Я очень мечтала о гравийных дорожках. Но тоже пока не сложилось. Пока вот такие варианты в моем саду. Но они мне очень-очень нравятся. Конечно, я думаю, что когда-нибудь и в мой сад будут проложены дорожки из плиток или камня. Как у очень многих. И это, конечно, очень удобно, очень красиво. Но это будет так, как у всех. А сейчас мои дорожки, ну, по крайней мере, мне хочется так думать, есть только в моем саду. И они мне очень-очень нравятся. Вот такое было сегодняшнее мое видео о стежках-дорожках. И какие дорожки бы у вас не были в саду, самое главное, чтобы в вашем доме был мир. Мир в ваши дома. Пока-пока.